Транспортная полиция России отмечает вековой юбилей. Сотрудники ведомства выявляют и регистрируют сотни преступлений, связанных с хищениями личного имущества и грузов в сфере незаконного ворота наркотиков, экономических преступлений, пресекают свыше тысячи административных правонарушений на железнодорожных станциях Вышнего Волочка, Ржева, Торжка, Осташкова и Западной Двины. О самой профессии и, как отметили свой профессиональный праздник, рассказывает Мария Шалованова. Транспортная полиция существует давно, еще с тех пор, когда начали строить первые железные дороги. Со временем ситуация в стране значительно изменилась. Теперь работников этой сферы можно встретить на дорогах, в аэропортах, на судах. Сотрудники этого ведомства охраняют не только транспорт и людей, но и перевозимые грузы. А для этого нужно быть специалистом во многих сферах деятельности. Начиная с того, как обращаться и как представляться гражданам, чтобы они понимали, кто перед ними находится. Вплоть до того, как поступать с потерявшимися детьми, как их успокоить, куда их деть, отвезти. Кроме того, необходимо отлично разбираться в законодательстве и быть всегда на чеку. Ведь заметить преступника – это главная задача сотрудников транспортной полиции. Внимательность и предельная концентрация помогают нести круглосуточную службу. Лишь за прошлый год было раскрыто 58 преступлений, среди которых 19 по горячим следам. Были у нас задержания сотрудниками граждан, которые переводят на скотические вещества, в том числе и для личного потребления, и для продажи. Ну а также раскрытые кражи имеются, да, хищения, РЖД, данные организации, они тоже происходят. Работники органов внутренних дел на транспорте ведут оперативно-розыскную деятельность, борются с организованной преступностью, охраняют общественный порядок. Деятельность сотрудников проходит в условиях многомиллионного пассажиропотока и масштабных грузоперевозок. И в том, что мы все имеем возможность свободно перемещаться по стране, есть огромная заслуга транспортной полиции. На торжественном вечере особо отличившихся сотрудников наградили благодарственными письмами за добросовестное выполнение своих обязанностей, высокие показатели в оперативной деятельности и верность долгу.